Пришла пора для моего доклада, он будет заключительным в сегодняшнем вечере. Босс-молокосос. Прошу не принимать как оскорбление тех, кто, возможно, увидит себя в персонажах, которые будут так или иначе усматриваться в рамках моего доклада. Это скорее просто про состояние души. Когда-то в своей профессиональной молодости я тоже был босс-молокососом, надеясь, что извлек энное количество полезных уроков, по возможности постараюсь рассказать о них, об основных ошибках и проблемах, которые возникают у начинающих руководителей и вам. В двух словах обо мне. У меня вообще не будет текста, просто картинки из смешного мультика. Меня зовут Алексей Петров, я директор по качеству проекта почта Mail.ru и ряда еще различных проектов в нашей компании. Я руковожу последние лет 7-8, всего в тестировании порядка 12 лет. Есть чем поделиться. И, собственно, мой доклад – это, так скажем, то, чем мне хотелось бы поделиться с вами сегодня. Для начала хотелось бы узнать, есть ли среди присутствующих тем лиды, руководители групп тестирования, менеджеры тестирования, то есть те, кто, ну так скажем, себя причитают вот к руководителям. Нимите руки. Даже если менеджерит сам себя, уже неплохо. Поднимайте руки. Попрошу, не опускайте. Кто из тех, кто поднял руки, руководит менее двух лет? Оставьте руки. Есть такие. Хорошо. А из тех, кто пришли, кто жаждет быть руководителем, кто вот хочет быть боссом, большим, маленьким, средним? Вижу пару рук. А все остальные, они и не боссы, и не хотят быть боссами. Я правильно понимаю? Прекрасно. Здорово. Существует миф, что руководить это просто. Ну, среднестатистический специалист считает, что обычный руководитель, он ничего не делает. Он просто сидит в компьютере, возможно, в социальных сетях, возможно, смотрит какие-то графики, возможно, переписывается с каким-то другим менеджером, которому тоже нечем заняться в то время, как сотрудники, специалисты, как рабы на галерах пашут и делают всю основную работу за руководителем. И многих, многих действительно такие вещи, такие мысли подталкивают к тому, чтобы стать руководителем. Действительно, нет же ничего лучше, чем стать руководителем и перестать что-то делать. Признаюсь честно, именно этим я был движим, когда пошел в управленцы. Я человек очень ленивый, возможно, кто-то слышал, кто-то не слышал. У меня есть байка про то, как лень двигала прогрессом нашего человечества. Жил-был один человек в стародавние времена, он, как и все, охотился три раза в день для того, чтобы убивать кроликов. Но он был очень ленив, ему лень было просыпаться с утра, ходить в обед и на ужин ловить этих кроликов. Он собрал таких же ленивых мужиков, они завалили мамонта и ели его неделю. Прекрасно радовались, и эта лень сподвигла их на прогресс. Но зато среди них нашелся еще более ленивый мужик, который решил, что есть мамонта из ловчей ямы. Это, конечно, прекрасно, но тушу нужно тащить на себе в пещеру, а это далеко, неприятно и на себе неудобно, поэтому изобрел колесо. Потом запрягли туда волом, потом изобрели паровоз. Сейчас современному человеку лень делать даже, окей, гугл, заказать пиццу, умная дверь, откройся. Мы пытаемся делать все более и более продвинутые механизмы. Это неплохо, если вы движетесь в руководителе, если вами движет лень. Важно помнить о том, что на самом деле это бесконечная дорога. Никогда не будет момента, когда вам абсолютно нечего будет делать. При этом, на самом деле, нужно помнить о том, что руководить — это очень большая ответственность. У каждого состоявшегося руководителя есть свое кладбище уволенных. Кто-нибудь из присутствующих в зале когда-нибудь в жизни увольнял человека? Вы испытывали положительные эмоции при этом? Женя, две руки! Боже, это две кровавые руки ты поднял сейчас просто. В большинстве своем уволить человека, например, это достаточно большой стресс. Взять ответственность за решение той или иной задачи — это то, что глушит амбиции большинства людей в нашей стране. Очень многие из нас действительно хотели бы кататься на дорогих, роскошных автомобилях, жить в виллах, в фазендах, летать на дорогостоящие курорты. Но когда человек работает кассиром в копеечке, в каком-то магазинчике, ему предлагают стать завкассой и нести ответственность не только за свой труд, но и за труд своей команды, многие люди пасуют, потому что они боятся той ответственности, как я могу отвечать за работу кого-то еще в моей команде. Почему, если мне ставится задача, в реализации которых существует еще какой-то человек, которым я, возможно, даже не руковожу, как можно взять за это ответственность? Такая ответственность очень многих руководителей пугает. Ну, теперь давайте рассмотрим парочку классических фейлов, как руководители лажают по первой, когда они только-только вступают в первые, так скажем, минуты, в первые месяцы, для кого-то годы, возможно, руководства. А перед этим еще рассмотрим, кто становится руководителями. Зачастую руководителями в коллективе становятся просто более опытные сотрудники. То есть сотрудник, который отработал X лет. Ну, у нас есть, предположим, четыре человека, и нужно выбрать из них руководителя. В большинстве случаев выбирают просто более опытного, который сидит на рабочем месте, там, пять-шесть лет, там, ну, или хотя бы на месяц больше, чем все остальные. Это нормально так устроено в много каких иерархических структурах, однако это имеет свои побочные эффекты. Кроме того, нередко бывает так, что в руководители берут самых амбициозных, тех людей, которых, ну, на самом деле, в коллективе редко когда долюбливают. Это те люди, которые не гнушаются тем, чтобы ходить по головам своих коллег, чтобы заполучить заветное кресло руководителя. Очень сложно таким руководителям, когда они достигнут своей цели, остаться авторитетом и руководить коллективом, по головам которых они прошлись. Собственно, первый классический паттерн, когда начинающий руководитель считает, что если я умею делать что-то сам руками, там, ну, я, предположим, неплохо тестировал руками, значит, я спокойно смогу руководить такими же, как и я, ручными тестировщиками. Все прекрасно ровно до того момента, как кто-нибудь из команды начинает превосходить руководителя по скиллам. Такое случается. Я думаю, каждый так или иначе замечал это и встречался как с позиции руководителя, так и с позиции подчиненного специалиста. И действительно, у специалиста это нередко вызывает негодование. Какого фига у меня мой руководитель не ставит ни одного баг-репорта с 2015 года? Или почему мой руководитель не знает, как правильно пишутся тест-кейсы? Или почему я выполняю там по 30 регрессов в месяц, а мой руководитель этого не делает? С другой стороны, руководитель также может загнать себя в угол ощущением того, что он умеет руководить специалистами такого же профиля, как и он сам, основываясь исключительно на той информации, которую он получил в бытность своего опыта. То есть когда он сам занимался ручным тестированием 7-8 лет назад, 5 месяцев назад, а сейчас он стал руководителем, он по-прежнему опирается исключительно на этот опыт. Нельзя застывать, руководитель постоянно должен развиваться. Есть еще один классический пример, когда начинающий руководитель считает, что ну все, я наконец-то забрался на вершину, сел в вожделенное кресло, все, теперь я могу не работать. И они обзаводятся самыми что ни на есть разнообразными замами, секретарями, старшим секретарем, младшим секретарем, младшим помощником секретаря и так далее. Всячески избавляют себя от ручной работы тем самым. С одной стороны вызывают негатив со стороны специалистов, потому что они опять же смотрят на такого начальника, на такого босса и думают, почему же он нами руководит, если он сам руками ничего не делает. Не бойтесь замарать руки, работайте вместе со своими бойцами в полях, будь то документация, новая итерация, обсуждение с менеджерами или с представителями из других департаментов. Обратный паттерн – это когда менеджер, начинающий, боится брать ответственность за работу своих специалистов и начинает либо дублировать работу своих подчиненных, либо делать всю работу за них. Ну, попросту потому, что не доверяет им, боится им делегировать свои задачи и тем самым нагружает себя все больше и больше и больше работы. К чему это приводит? К тому, что на самом деле руководитель выполняет по-прежнему роль специалиста. Специалисты, видимо, где-то могут похалявить, раз они знают, что у них есть крутой шеф, который всегда возьмет все на себя и будет сидеть до победного, до 10 часов, тестируя очередную итерацию. При этом руководитель, не высвобождая время, не сомневая себя работу на работу специалистов, сам не развивается. Он не высвобождает то время, которое мог бы потратить на прочтение новой книги, поход на новый тренинг, получение новых знаний и компетенций, которые позволили бы сделать ему работу еще более эффективной. Поэтому я в этом вопросе порекомендовал бы таким руководителям, которые боятся отпустить вот же, чуть более доверять своим сотрудникам, своей команде, постепенно, шаг за шагом, передавая им все новые и более сложные задачи. Еще один классический пример, с которым мне доводилось нередко сталкиваться, это когда новоиспеченный руководитель считает, что раз он руководитель, то все его сотрудники должны вмиг превратиться, ну, если не в рабов, то в послушных паяниках. Ну, вроде как, знаете, как в древнем Египте было, что вот он фараон, власть ему дана с небес, самим рай, и поэтому он повелевает судьбами и душами других людей. Это не так. В основе власти лежит, на самом деле, очень много интересных вещей. С одной стороны, это может быть физическая сила, с другой стороны, это может быть авторитет с точки зрения знаний. Важно, чтобы вы, как руководитель, определились, с какой стороны вы хотите завоевывать авторитет у вашего коллектива. Например, мое кредо – это делиться знаниями. Я стараюсь рассказывать как можно больше нового и интересного для своих сотрудников. Я надеюсь, у меня это получается. У меня это получается. Руками машем, все хорошо. Иногда, конечно, приходится и физической силой. Геленваген я продал вместе с тремя тестировщиками, которые были в багажнике его. Тем не менее, вы должны помнить, что если вы становитесь руководителем, это не дает вам право подчинять себе волю других людей просто потому, что вы где-то в иерархической ступени стоите выше. Вы должны завоевать доверие людей и их авторитет. Кто должен быть руководителем? Как вы думаете? По одному слову давайте попробуем представить, каким качеством должен обладать хороший руководитель. Прекрасно наглый, организованный, уверенный, инициативный. Стресса чего? Устойчивый? Ну окей, ладно. Допустим, не знаю, есть таблетки у кого-нибудь? Ответственный. Прекрасно. Какой? Замотивированный, прекрасно. Мотивирующий, окей. Лояльный. Прекрасно, да, чтобы можно было положиться. Жень? Очевидно, твои сотрудники еще считают, что лучший руководитель – это руководитель с хорошим словарным запасом. Ну и они помнят просто, как ты с удовольствием прощаешься со своими сотрудниками, поэтому все твои качества они любят. Хорошо, теперь представьте, что мы собрали, условно говоря, список из 10, 12 качеств. На самом деле его можно достаточно долго расширять, но если задуматься о том, существует ли такой человек на самом деле, то, скорее всего, мы придем к выводу, что всех этих качеств в себя вбирать один человек не может. И в этом плане руководители, они похожи, знаете, на персонажей из ролевой игры компьютерной, где на нулевом уровне у вас ноль перков. Вы просто бот, у которого сила один, ловкость один, интеллект один, удача один. В процессе роста руководитель так или иначе получает различного рода качества и перки. То есть, в принципе, можно найти человека, который будет, предположим, надежный, лояльный и… Жень, как ты там сказал? Вот он. Но очевидно, что других качеств нам будет не хватать. И в этом плане важно отдавать себе отчет что, когда мы грезим о неком, ну, скажем так, уникальном, универсальном сверхчеловеке, я не думаю, что Ницше закладывал что-то подобное, но тем не менее, если вы грезите о своем лучшем руководителе, то стоит на самом деле не пытаться улучшать своего руководителя, а пытаться принимать его таким, какой он есть. и его негативные качества оборачивать в позитив для себя и, наоборот, позитивные многократно усиливать. Просто зачастую мы видим, на самом деле, что руководителями-то становятся совсем не такие ненадежные, все много, кого там, ЭТСи. Жень, давай, мы просто хотим запомнить это. Еще раз. Высоко премного рассматривающий. Вот. С хорошей памятью, например, руководитель неплохой может быть, да. У сотрудников происходит разрыв шаблона, потому что они грезят о своем руководителе, как об умном наставнике, который будет их вести вперед на амбразуры через, там, не знаю, тернии к звездам, что называется. При этом сам руководитель, на самом деле, остается человеком. И важно это понимать, особенно ярко это, ну, так скажем, чувствуется, когда вы сами становитесь руководителем. Я достаточно долгое время негодовал от своих боссов. У меня есть один из моих предыдущих руководителей, Саша, привет, если ты смотришь это видео, еще, которому, ну, в не очень приятной обстановке я пообещал, ну, как не пообещал, намекнул, что он может споткнуться и сломать себе ноги. Вот. Прошли годы, прошли годы. Ноги по-прежнему целые, мои тоже, слава богу. Но, тем не менее, я замечал, что среди моих сотрудников тоже есть люди, которые мне делают недвусмысленные намеки. Не то, чтобы я опасаюсь за свою безопасность, но все циклично. И в этом плане, когда вы, будучи специалистами, смотрите на своих руководителей и думаете, почему же он вот такой деревянный и не может, там, помочь вас развить как-то, провести обратную связь, поставить новые жизнеутверждающие цели, задумайтесь, сможете ли вы, находясь на его месте, сделать все то, о чем сами мечтаете. Я не буду юлить, у меня сидят здесь прекрасные коллеги, которым я, например, с трудом сейчас могу поставить такие жизнеутверждающие цели на вперед и светлое. Хотя от своего руководителя я этого жду. И получается в некотором роде такой замкнутый круг. И тут важно, чтобы руководители со своими сотрудниками общались как можно больше. То есть речь не идет о том, что вы должны там каждую пятницу собираться где-то там в кабаках, распивать что-то или устраивать ежедневные ретроспективы по поводу того, а стал ли я за эту неделю лучше, что я могу сделать для того, чтобы улучшиться на следующей неделе и так далее. Общайтесь, получайте обратную связь, потому что именно обратная связь позволит вам в конечном итоге разобраться в себе и в позиции руководителя по отношению к вам. Потому что когда руководитель хочет, условно говоря, устроить взбучку за то, что… Ну там я не знаю, из яркого. За то, что, например, был выполнен тест и в системе управления тест-кейсами было установлено значение, что тест пройден успешно, а на самом деле он был пройден неуспешно. Просто человек поленился проверить этот тест и наобум поставил это значение. И когда начальник дает жесткий нагоняй для своего сотрудника, он делает это не потому, что он хочет потешить свое эго, поиграть с чувством собственного величия, он делает это потому, что он хочет доверять своей команде. Если руководитель доверяет своей команде, если у него есть основания для того, чтобы доверять своей команде, он будет хорошим, добрым, ласковым и пушистым, шелковистым. Если у него есть некие сомнения, если он в чем-то не доверяет, то поверьте, если он, и как вам может показаться, наезжает на вас, делает какие-то замечания, мажет вас по столу, что вам потом хочется в рюмочной, не рюмками, а бутылками, изливать душу бармену, он на самом деле делает это исключительно с точки зрения того, чтобы научить вас, чтобы вы развились. Я очень благодарен своему руководителю, который мог позвонить мне в 2 часа ночи и затребовать с меня отчет, почему у нас баг на продакшене. И сделать это, ну, не в самой лицеприятной форме. Это классный учитель. И я искренне сочувствую людям, которым он не звонил в 2 часа ночи. Вот честно. Это потрясающая школа, потому что сейчас меня можно разбудить в 2 часа ночи, и я на автомате скажу, что я буду делать с обнаруженным багом на продакшене, как мы его будем исправлять, как мы сделаем так, чтобы он в будущем был недопущен. И не буду искать виноватых и крайних. Очень важно, чтобы руководитель был для своих сотрудников, для своей команды неким ангелом-хранителем. Руководитель, который спихивает в себя ответственность в сторону команды, что, ну, это же не я ставил около тест-кейса паз, а мой сотрудник, вот давайте вот его накажем, а я белый и пушистый. Такой руководитель долго не протянет. Тот руководитель, который возьмет всю вину на себя и объяснит, скажет, действительно, мной были допущены там процессуальные ошибки, которые привели к данной проблеме, и тем самым выгородит своих сотрудников, он проживет достаточно долго. Потом он, конечно, придет к своему сотруднику, устроит ему собственную взбучку. У нас в компании называется это иерархическое проникновение, когда сверху вниз, сверху вниз, сверху вниз, сверху вниз. Это, кстати, одна из причин, почему мне очень хотелось куда-то повыше забраться в этой иерархической цепочке. Скажем, чтобы разрядка была. Собственно, даже если вы обрели условный дзен, научились не перекладывать всю работу на окружающих, делаете что-то сами руками, нашли общий язык со своим коллективом, важно помнить о том, что как и у любого специалиста, так и у руководителя есть еще целый ряд детских болячек, с которыми ему предстоит, ну, скажем так, не то чтобы смириться, а переболеть ими. Например, классическая болезнь менеджера. Я ничего не делаю. Когда темлит, приходит, садится на рабочее место, видит, как его команда здесь вот баги ставит, здесь регрессы гоняет, здесь тескейсы пишут, регламенты. А я что делаю? Я ничего не делаю. На самом деле, хороший руководитель как раз должен быть, знаете, в некотором роде механиком, который сначала отладит механизм, а потом будет ходить с маленькой масленкой и подливать капельку масла в одну шестеренку, во вторую, в третью. Другая детская болезнь у менеджеров, я ничего не решаю. Честно, даже в более поздних проявлениях, это, знаете, как ветрянка. Можно переболеть на самых ранних этапах, можно переболеть чуть позже. У меня недавно был такой всплеск, так скажем, когда неожиданно менеджер начинает встревать в те вопросы, которые, в принципе, и без него прекрасно решаются. Он вот вонзается для того, чтобы почесать собственное величие или еще что-то. Важно это осознать и вовремя проработать для себя, потому что если вы не выработаете в себе здоровые реакции на подобное поведение, то, ну так скажем, можно, ну если не крест на карьере менеджера поставить, то, так скажем, серьезно под сомнение поставить собственные компетенции. Важно понимать, что управленческий стиль, с которым вы работаете с коллегами, он меняется с учещением времени. Например, я очень благодарен тем тренерам, с которыми я работаю в рамках образовательных каких-то проектов, и своей команде за то, что я могу оттачивать все эти вещи. Приятно мне, приятно компании, вот это вот все. За то, что, например, ко мне пришло осознание, что к разным сотрудникам необходимо применять различные управленческие стили. Например, если у вас новичок, то вы его инструктируете, даете ему инструкцию, где шаг 1, шаг 2, шаг 3, шаг 4, как, например, в тех документах, про которые Аня рассказывала в своем докладе. Если у вас сотрудник становится более опытным, вы начинаете его направлять. Вы не даете ему инструкцию, там, я не знаю, протестируя вот по вот этим 200 пунктам данный функционал. Вы начинаете его направлять. Вы просто говорите ему, ну то, что нам нужна выполненная, протестированная вот эта задача, тест-плана нету, но я тебе подскажу, где его можно раздобыть. Если сотрудник еще более опытный, а такие будут на вашей практике, более того, будут и сотрудники, которые, возможно, более компетентны, чем вы, вы не должны этого опасаться. С ними нужно работать в поддерживающем стиле, когда вы сотруднику просто даете какие-то, условно говоря, дружеские советы, как-то подбадриваете его для того, чтобы он двигался в том направлении, которое он считает нужным. Не нужно пытаться постоянно инструктировать и направлять своих сотрудников. Ну и, наконец, если вы работаете с профессионалами высокого уровня, то вы должны научиться им доверять. Не встревать в их работу от и до, тем самым вы их демотивируете, сильно демотивируете, особенно если ранее к ним это доверие проявлялось, например, предыдущим руководителям. Все это, например, мне неплохо помогает общаться с моим собственным сыном, потому что я понимаю, что если я его буду бесконечно инструктировать и рассказывать, что сынок, вот возьми там ручку, напиши, нарисуй и так далее, он в определенный момент просто меня возненавидит, потому что я буду с ним общаться, как с маленьким. Поэтому от года к году, от умения к умению, я стараюсь его сначала инструктировать, потом направлять, поддерживать и доверять. Также нужно работать и со своим коллективом. Я надеюсь, что мой доклад, ну, чуточку хотя бы хороших мыслей и, так скажем, в этом направлении побудил вас. Если у вас есть вопросы, то я с удовольствием на них отвечу. Спасибо. Спасибо за доклад. Такой вопрос. Что делать? Ты говорил, что надо уметь руководителям делегировать некоторые свои обязанности своим коллегам, подчиненным. А что делать, если ты как руководитель болеешь за качество проекта, продукта и, ну, четко знаешь, там, на основе предыдущего опыта, что какие-то задачи ты выполняешь лучше своих коллег, там, но тебе надо их делегировать. И вот как быть такой ситуацией? Ты знаешь, что если ты не будешь делегировать, то ты в итоге сгоришь, а если ты будешь их делегировать, то проект, качество проекта ухудшится. В первую очередь, такому руководителю нужно научиться учить. Это достаточно сложный скилл. Далеко не все руководители склонны к условному преподаванию, к тому, чтобы делиться опытом. То есть в этот момент важно, чтобы, если ты осознал, что существует такая проблема у тебя или у того менеджера, с которым ты работаешь, важно добиться от него, чтобы он все-таки начал передавать свой опыт. Существуют руководители, которые, например, держатся за собственные опыты и знания, потому что считают, что это единственное, почему они в принципе находятся в компании, и как только они расстанутся с этими знаниями, от них избавятся. Уволят, сократят и попросят, ну как бы укажут на дверь. Важно объяснить со стороны сотрудника, что есть запрос на образование. Если речь идет со стороны руководителя, то нужно четко отдавать себе отчет, что задач с каждым днем будет все больше, и рано или поздно делегировать что-то все-таки придется. И скорее всего из списка задач, которые есть на текущий момент, нужно выбрать те, которым наиболее просто обучить, либо те, которые наименее все-таки критичны. Ну, fail в них. Как бы только через пробы и через ошибки в конечном итоге все мы учимся. И не нужно бояться, что кто-то из команды может накосячить. Нужно подстраховывать, безусловно, если у тебя пришел джуниор в команду, к которому ты хочешь отдать выгрузку кода в production, то, наверное, нужно 10 раз подумать об этом. Если же уже есть человек, который отработал хотя бы пару месяцев, и он хочет просто делать код-ревью, например, для других коллег, то следует провести с ним какие-то образовательные мероприятия. Спасибо. Добрый вечер. А что делать, когда все идет хорошо и уже нечем заняться? Не, ну вот такая ситуация, что все работает, все своим чередом спокойно идет. Ну, с одной стороны, можно кайфануть. Вот реально, на какое-то время расслабиться, потому что на самом деле хорошо отлаженный механизм для того, чтобы он действительно пришел в то состояние, когда со стороны руководителя нет нужды активно кого-то пенетрировать, где-то там смазывать, с вазелином, без вазелина и прочее, прочее, прочее. Это очень трудоемкая задача. И после нее должен быть, ну, умеренно законный отдых. Но тут важно осознавать, что живем-то мы один раз, и сам руководитель должен искать для себя новые точки приложения собственных знаний. То есть очевидно, что в определенный момент он сможет даже те вещи, которые ему когда-то казались самому сложными, передать для своих коллег, тем самым высвободив еще больше времени для того, чтобы самостоятельно развиваться. Потому что, ну, там, за последние, например, полтора года у меня тоже был своего рода кризис. Я тоже думал, где бы мне еще развиться. Я ушел там в people management, например. Я знаю людей, которые, воспользовавшись, ну, условно говоря, такой менеджерской передышкой, решили укрепить свои технические скиллы. Потому что, ну, скажем так, достаточно распространенная такая составляющая, что менеджеры, они, ну, скажем так, более гуманитарны, что ли. Ну, реже встречаются такие менеджеры, которые прям и глубокие технари, и при этом обладают актуальным представлением о стеке технологий, которые есть здесь сейчас. Потому что у меня есть на опыте там руководители, у которых есть технический бэкграунд, но это технический бэкграунд там 10-15 летней давности. И он не совсем актуален. Возможно, если наступил тот момент, когда можно выдохнуть, можно улучшить те компетенции, которые напрямую сейчас не задействованы. Как-то так. Спасибо. Спасибо. Вопрос такого характера. Было ли, может быть, в вашей практике, что руководителем группы тестирования становился человек, опыт тестирования которого, например, меньше года. И если просто нет руководителя группы тестирования, кого бы вы назначили, например, на такую должность? Может быть, был бы какой-нибудь стек знаний, кроме человеческих навыков, просто технический стек, который нужен для того, чтобы его назначили, может быть. Например, без этого я тебе не назначил на 100%. Спасибо. Ну, я могу сказать так, что, наверное, в первую очередь я рассматривал бы как раз не технические скиллы, не какие-то профессиональные, компетенции, а исключительно личностные качества. Я бы рассматривал его, так называемые, фундаментальные компетенции. Насколько он ответственен, насколько он нацелен на результат, какая у него парадигма общения с окружающими. То есть он win-win, например, это когда победа и для меня, и для моего коллектива. Или он lose-win, когда я буду сидеть до последнего, писать очередной отчет по регрессионному тестированию, а своих бойцов я в пятницу отпущу пораньше. Либо, наоборот, win-lose, который уйдет с работы в 3 часа дня, а своих 10 негритят запарят работать и в субботу, и в воскресенье. Я бы обращал внимание, в первую очередь, именно на личностные качества, потому что профессиональные компетенции – это достаточно гибкие материи. Им можно обучиться, можно пойти на тренинг по программированию на Java. А пойти на тренинг по ответственности, ну, я себе слабо это представляю, что человек, который абсолютно безответственный, ну, в ходе какого-то там собеседования, тестирования, что вот выяснится, что у него ответственность на 3 из 5, отправлю-ка я его на тренинг по ответственности, вот он вернется с четверкой, тогда поговорим, будешь менеджером. То есть я бы все-таки оценивал именно личностные качества. Еще вопрос? Ну, у меня скорее не вопрос. Спасибо за доклад, во-первых. Во-вторых, просто мне вот показалось, что довольно важной вещью, уверяется от руководителя, это может так вот держать руку на пульсе в плане того, чтобы подмечать просто, что сотрудникам может быть интересно. То есть последить за их работой и следить за областями, которые могут быть интересны. И тем самым, например, давать им определенные зоны ответственности. То есть люди могут, например, проявить себя, что они заинтересовались немножко автоматизацией. Можно, например, снять с них немножко нагрузку по тому же ручному тестированию и сказать, да, конечно, я могу выделить тебе два часа на то, что ты разобрался с автоматизацией. И люди, по-моему, положительно откликаются на это, они чувствуют, что им что-то доверяют, и все больше и больше радуются тому, что руководитель это заметил. И какие, может быть, есть способы, кроме фидбэка собирать с какой-то частотой или просто слизь за работой, какие техники может использоваться для этого? Для начала скажу то, что тут есть сразу два подводных камня. Где-то года два назад я испытал, ну, условно говоря, культурный шок. С одной стороны, я был очень рад за свой замечательный отдел тестирования, с другой стороны, я был в шоке, когда после очередного раунда обратной связи я понял, что каждый из моих сотрудников хочет свою зону ответственности. Ну, все такие прям. Я альфа-самец тестирования. При учете того, что у меня девушки, в основном в коллективе в Нижнем Новгороде, например, это было немножко странно. И возникла проблема, как вот общий пирог ответственности напилить так, чтобы, ну, каждому по кусочку выделить. Ну, мы действительно используем процедуру обратной связи 360, когда обратную связь о сотруднике дает сам сотрудник о себе, его руководитель, его коллеги и его подчиненные, если таковые имеются. Но здесь опять же есть подводный камень. Вот как коллег задавал вопрос по поводу того, что делать, если человек сам не знает, куда расти. Вот это очень сложно. То есть, с одной стороны, я лелею себе надежду, что придя к таким замечательным специалистам, которые сами немножко в ступоре и не знают, куда им развиваться, что я приду к ним с вопросом, ну, какую ты хочешь цель на этот год. И он мне прямо вот такой фонтан скажет, я хочу вот автоматизацией заниматься, нагрузочным тестировать, мне очень интересен тест-дизайн, и вот там какой-нибудь математический анализ в тестовых данных. С другой стороны, я же тоже сотрудник своего руководителя. И когда мой руководитель приходит и задает мне тот же самый вопрос, я его тихой сапой ненавижу. Я как бы к нему прихожу для того, чтобы он мне, о всемогущий, светоч знаний, дал какие-то цели и задачи, которые я смогу выполнять еще целый год, и будучи замотивированным развиваться и двигаться вперед. И вот с такими бойцами достаточно сложно определиться, куда их, условно говоря, завести в профессиональном плане. Потому что некий потолок, а это, кстати, одна из болячек тоже руководителей, помимо того, что я ничего не делаю, я ничего не решаю, это условный потолок развития, когда человеку действительно начинает казаться, что не то чтобы я все знаю, но как бы так же бурно расти, как я рос 2-3 года, 5 лет назад, я сейчас не могу. И это, с одной стороны, вызывает ступор как у самого сотрудника, так и у его руководителя, потому что не всегда есть возможность взять и загрузить человека интересные задачи, чем-то его задрайвить. Тут важно именно вот все-таки собирать обратную связь, смотреть, что он рассказывает сам о себе и что рассказывают о нем коллеги, потому что нередко может какая-то полезная информация, какая-то новая задача или новая сфера для развития, может быть, не директивно рассказана от сотрудника, руководителю, а где-то там на перекуре, в столовой за обедом, что вот я тут прочитал интересную книжку, жалко, у нас там это не применяется. Приходит руководитель, он говорит, иди, читай эту книгу 10 раз и применяй это у нас на практике. И человеку тут же падает мотивация вообще это когда-либо больше прикасаться к этому и читать. Нужно быть аккуратным, конечно, с подобной мотивацией. Спасибо. Если вопросов больше нет, а есть еще. У меня такой интересный вопрос, а дискриминация по половому признаку в твоем понимании есть? Какой лучше будет, женщина или мужчина? Или в разных областях? Ты про то, что в нашем офисе тебе не хватает мальчиков? Нет, я не про себя. Я вообще в среде про то, что ты рассказываешь. В плане руководителей? Как по твоему опыту вообще? Да, вот по твоему опыту. Какой лучше руководитель? Женщина, мужчина или в разных областях? Или что? В разных областях 100% нужны разные руководители. Потому что есть руководители технари, хардкорные такие, которые до мозга костей. Это, как правило, все-таки мужчины, которые, я не знаю, у них там за плечами 10 лет опыта программинга жесткого, системного администрирования. Вот такие технари, они могут просто не заметить, что сотрудника 2 недели нету на рабочем месте и как бы все ок. Могут быть начальники мамочки. Вот я начальник папочки, например, в большинстве своих паттернов. Стараюсь, по крайней мере, быть. Это которые придут, по головке погладят, подзатыльник дадут и вот прочее, прочее. Девушки очень хорошо руководят в таких коллективах, где важно, ну так скажем, держать руку на пульсе психологического климата. Потому что, ну, в массе своей мужчины и эмпатия, это, ну, не все мужчины в зале, возможно, даже знают лексическое значение слова эмпатия. Вот. Для девушек эмпатия – это второе «я». Они вот четко чувствуют вот это кудри новое, да, значит, новый парень, значит, она сейчас, вот если я ее в пятницу попрошу, значит, не выйдет она мне регрессы смотреть. Ну, ладно, ладно, пойду там вот-вот к Наташе, у нее уже третий месяц и не стриженные ногти, там, маникюр, ничего не делать, с ней без проблем вообще прокатит. Вот девушки такое чувствуют, из них тоже получаются хорошие руководители. Я не думаю, что стоит прям разделять в каком-то процентном соотношении, тут важно смотреть все-таки от коллектива и от отрасли, в которой этот коллектив трудится. Если вопросов больше нет, то я предлагаю закругляться. Спасибо вам большое за то, что вы посетили наше мероприятие.